всем 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 привет мои дорогие друзья сегодня я встречаю посмотрите в каком красивом месте я приехала по приглашению в один агрогородок называется этот агрогородок ополь я так понимаю потому что это написано по-белорусски значит ударение должно быть на букву о может быть и ошибаюсь конечно и в этом водоеме постоянно прыгает рыба я не знаю сумели заснять нот пока тут сейчас смотрела прям бульк 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 а пригласили меня в этот агрогородок друзья для того чтобы я показала вам дома здесь на продажу а также люди захотели сделать рекламу своего агрогородка приглашают к себе жить ну на работу здесь сказали достаточно много рабочих вакансий с хорошей зарплатой вот и вы можете купить здесь жилье вы знаете что меня очень часто и очень многие мне пишут по поводу того ну чтобы жилье 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 в беларуси мы хотим переехать покажите какие-нибудь дома вот сегодня мы будем их смотреть а также буду вам рассказывать об этом агрогородке сейчас встречу с человеком который меня пригласил ну и поехали итак друзья агрогородок ополь находится на юге беларуси в ивановском районе брестской области до города иваново 26 километров до драгичина 31 до крупного города кобрин 91 километр и до практически такого же крупного города пинск 70 километров на данный момент в агрогородке проживает около 500 человек есть школа детский сад банк почта два продуктовых магазина по всему поселку проведен централизованный водопровод а также протянуто оптоволокно для интернета что в наше время не было важно в поселке есть вакансии продавцов работников образования а в предприятии ополь агро с удовольствием примут на работу механизаторов ветеринаров животноводов зарплата от полутора тысяч белорусских рублей в ополе а также в примыкающий прям рядом к этому агрогородку деревне ледовичи продаются несколько домов которые мы будем смотреть в этом ролике друзья прежде чем вы посмотрите ролик я хочу сделать небольшое важное объявление дело в том что мне пишут очень много писем с просьбами по поиску жилья в беларуси так вот я не оказываю никаких услуг не по поиску жилья не помощи в приобретении жилья я этим не занимаюсь пожалуйста обращайтесь к специалистам в агентство недвижимости к юристам ну либо еще каким-то людям которые оказывают данные услуги еще раз повторяю я этим не занимаюсь далее я не спекулирую жильем не накидываю еще пару тысяч как мне постоянно пишут в комментариях хозяева жилья которые меня приглашают оплачивают только транспортные расходы и огромная просьба писать все вопросы задавать звонить хозяевам данного жилья как по контакту которые я оставляю в ролике я не в курсе как там и что где что и как мне начинают тоже это все писать разные вопросы по той или иной недвижимости на которые я ответа не знаю поэтому друзья мои будьте внимательны если кого-то что-то заинтересовало то все контакты я всегда оставляю в ролике в описании под роликом а также в первом закрепленном комментарии также эти все контакты я теперь буду оставлять в самом ролике вот так же прямо дисклеймером ну что друзья встретилась я с человеком зовут ее анна но как обычно сниматься не особо кто хочет поэтому попросил ее не снимать начинаем мы зоны отдыха она кстати работает здесь учителем истории в местной школе вот и так это все сделано за счет хозяйства как говорится естественно бесплатно и здесь все бесплатно можно всем пользоваться посмотрите какая красота тут есть парковка вон там мы оставили машины и можно приехать здесь с компаниями здесь есть посмотрите к мангальчик и даже вон там барбекю ой сейчас зайду тут такой заборчик ладно немножечко нарушу залезу через заборчик то есть можно приехать сюда семьей с компанией с друзьями вот тут стойки мангальчики мангальчики все сделать повеселиться качели искупаться пойду на пляж на пляже тут немного загорают люди постараюсь их не снимать друзья прошу понять я не все хотят быть героями роликов на ю тубе вот такой здесь а вода его ну что я считаю очень даже достойно по достаточно чистая на вода приятная такая едем смотреть первый дом находится на деревне ледовичи и хочу сказать сразу друзья что ездили мы с председателем сельсовета поэтому в те дома где не было хозяев мы заходили с разрешения этих хозяев председатель с ними созванивался и они дали свое разрешение чтобы мы заходили на участке поэтому никаких правонарушений мы не совершали вот такая улица улица проездная друзья асфальтированная но машина достаточно часто здесь ездят мусор вот видимо сегодня мусор будут вылазить все выставляли мусор так ну вот во двор можем зайти хозяев хозяев нету туда можем опа да ну так но не все только лишь не все пролезли пролезли во двор так участок вот получается к тогда где а здесь где край такая ты второй дом то есть на участке два дома получается нет такая здесь где граница будет по дом а вот это будет здесь граница участка так ну и туда до конца далеко да там 25 соток что да ну тут все конечно заросло 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 тут еще вот сарайка какая-то сарайка такая заваленная ребят и там дальше вон каменная есть сарайка но я туда просто не полезу я с голыми ногами там колючки крапива вон хмель вижу растет такая вот это в нормальном состоянии сарай ты баню можно сделать и вон там у нас и но это нами соседи так ну вот смотрите дом конечно конечно так себе окна там с крышей я не знаю сейчас пытаюсь с этой стороны а на этот фон шифером просто покрыт кирпичи труба развалилась судя по всему окна достаточно большие вот одно большое он два таких не тоже не маленькие никак в деревенских домах очень красивые наличники но 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 в общем-то внутри две комнаты говорят кухня кладовка есть а здесь уже получается участок соседей и выходит он вот сюда на соседней интересно друзья за этот дом просят около 1000 долларов общем ну такая договорная цена скажем так то есть 1000 долларов это начальная цена будут снижать в общем потому что просто хотят его продать этот дом видимо ну хозяевам он не нужен и даже вот они не смогли приехать чтобы нам показать то что внутри к сожалению значит контакты все будут в описании под роликом и вот здесь я сейчас напишу это все вам субтитрами чтобы вы могли если кого-то это заинтересовало связаться напрямую с хозяевами а мы едем дальше смотреть следующий дом так идем смотреть следующий дом друзья он вот так дорога и он чуть-чуть стране конечно это плюс большой что он в стороне от дороги ну давайте посмотрим что там так ну вот вот такой у нас тут домик красавчик домик красавчик до врата замечательный просто врата калитка да ну что я могу сказать заходим во двор но здесь по крайней мере видно где участок заканчивается так заборчики есть вот такой вот домик дуб это что и дуб или клен а клен это клен тут около него так растет моя вот вот посадили когда-то клен он как разрыв разросся так но здесь у нас хозяйка есть сейчас она нам все расскажет значит из хозяйственного из хозяйственных помещений что у нас есть сарай 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 есть где можно там сарай каменный на 2 крыша тоже нормальная да такая прям еще живая колодец есть но он как рабочий нет но есть вода надо почистить почистить а колонка здесь что ли есть центральный водопровод то есть и колонка работает это ну да если воду подключить она у вас отключена получается перекрыто погреб вау вау ну ребята очень хороший вообще 1942 года офигеть а тут а тут можно прятать золото так здесь тоже ну такой типа тоже хозяйственное помещение гараж а с ямой так то есть что дом получается 42 года постройки что ли или еще так ребята здесь конечно потолка нет но тут выход тоже вот прям этот гараж да вот когда хотели мы жить то тут мы делали на ванну тут ванна тут есть и вот тут типа ванну тут есть место под ванну тут есть канализация сделана смотрите уже уже сделана канализация так тут была комната тут конечно темновато ребят вот вот видно ага так там типа мы кухню хотели тут была спальня здесь кухня а тут делали на топление но не сделали не доделать не сели что крыша вот течет или нет не нет не течет это случайно случайно крыша нигде не протекает так здесь можно такое сделать как как работа еще и в нее и вход получается тоже еще одна дверь ну смотрите-ка здесь же здесь здесь так нормально по площади так тут кухня была но полы да обои это дело наживное полы деревянные то я смотрю чтобы они вообще не совсем прям прогнившие были ну так местами вот это сам местами а печка она рабочая нет да это новая мы только недавно переделывали здесь рабочая печь и тут рабочий и тут рабочие так ну полы конечно ребят такие полы такие тут надо конечно переделывать здесь такая комната получается и здесь большая комната слушайте ну по площади да по площади прилично да ну надо его ободрали мы они уже побыли так немножко подпадали и мы их почистили но дерево хорошее можно постучать нож надо втыкать сказали что это если нож туда не провалился значит дерево хорошее не ну нормально нормально это не гнило это точно что все только чистить конечно все чистить окна чистить либо менять ну окна надо наверное в наше время наверное надо менять да уже ну это уже я знаете что смотрю на первое время потому что иногда люди покупают и сразу начинают чтобы можно было сразу жить и потихоньку делать ремонт ну что то есть и так вот куча дверей и можно тут зайти там зайти через круг через круг я вам честно скажу когда мы хотели переделывали этот дом под тебя на 15 лет жили потом мы хотели эту дверь закрыть а заходить там вырезать заходить здесь чтобы с кухни тоже можно да можно можно и так оставить но это уже каждый смотрит по своему нет ну вот это мне понравилось то что здесь тоже прям такое огромное помещение ребят прям такое да здесь есть где развернуться скажем так последнее время жил у нас то что он немножко нам подпортим тут ясно репутации так крыша крыша шифер так друзья вот еще участок покажу вам с этой стороны здесь есть заезд вот такой да это ворот это все ваши да так вот здесь вот и вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот такой вот учащий поле если хотите еще поле можно там ну либо взять либо это 42 сотки но просто когда будет покупать то скорее всего 25 только оформит в чем дело так друзья по стоимости за вот этот дом тоже цена договорная но так вилка плюс-минус 2000 долларов все валюты напишу опять же внизу телефонные хозяйки оставляя в описании под роликом в первом закрепленном комментарии и также вот здесь смотрите пишите лучше напишите смс если вы пишете или хотите позвонить откуда-то из-за границы напишите лучше сначала смс потому что ну иногда люди пугаются сейчас в общем доступе не надо так сразу пугать людей напишите что вы по поводу дома и тогда уже сможете связаться так друзья приехали к следующему дому ну снаружи он смотрится не очень большим не знаю что внутри но во внутрь опять же говорят мы не сможем попасть хозяев нет и там закрыта так окна тоже большие там шторы но снаружи то он выглядит более-менее крыша вот только друзья это не понятно и может быть просто почистить можно она вся вот из-за этого дерева которое здесь растет все завалено так что у нас по участку тут вот тоже есть ага вот то есть это уже следующие вот граница граница с этой стороны хотя нет вроде в ту сторону и нормальный такой дом мне он показался просто маленьким а он больше так вширь туда идет и там он тоже какой-то каменный сыроюшка есть ну давайте во двор зайдем что там на вход далее родственники этого дальний родственник дома ну хотя бы что вы поняли хотя бы немножечко нам расскажите тогда да что внутри сколько комнат там четыре комнаты но он кажется таким небольшим а вот так когда этот дом построился то того дома большого не было этих у больших домов не было тут казался тогда самый тут большой но он такой квадратный какой-то да тогда получается не вытянут этом окошке кухня напротив спальня вот это два это окошко и туда смотрит это зал за окошко спальня тоже спальня и но такая верандочка тут еще есть а это чё колодец вода на воду колодец был но он высох потому что но какая-то канализация я уже не помню без меня потому что я тут на тут что тоже канализация нет а это ну короче тут яма тут яма так ну что здесь тоже вот сарайки таки ну каменные хотя бы не заваленные я имею ввиду сам самый что стены не сваливались . только завалено а вот это сделано хорошо так а колонка тоже колонка это отключено по моему уже потому что это провод но подключить обратно можно можно да можно председатель говорит что можно если что к ним все вопросы заявление в этом же к хай вам они что хочешь делает даже тут и бассейна выкопают да ваши желания ваши деньги прям бассейны выкопают так ну вот конечно жалко что мы во внутрь не попадем да по участку смотрите вот вот этих вот столбов вот от этих столбов и вон туда вот где кустарник где кустарник там до ежевики то есть вот тот еще каменный сарай и там еще за ним деревянный это тоже все стоит на этом же участке и принадлежит вот этому дому то есть вот вот так ну такой прямоугольный ровный участок в принципе неплохо неплохо но здесь только вот деревья убрать вот эти вот то что то что мешает дом да 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 ну а внутри там как вообще нормально полы стены потолке только мыши не поработали по бумаге ну сами знаете пустующий а он пустует уже лет 15 лет 15 пустой то есть непонятно что там дядька был золотые руки так так друзья за этот дом стоимость две с половиной тысячи долларов тоже с торгом но как обычно все контакты вы уже знаете где так четвертый дом в нашем обзоре это вот этот тоже вот там на такой же улице собственно тоже просто чуть подальше смотрите кажется что тоже маленький домик до со стороны посмотришь кажется что он небольшой а потом заходишь сбоку и оказывается дом огромный ну вот он наверно такой же как тот куда мы не смогли зайти предыдущий дом поэтому по планировке вы наверное сейчас и сможете как раз все узнать ну что сразу смотрим участок сразу смотрим участок так с нам хозяйка все расскажет тут козочки козочки так и да и там дальше сразу лес ребята просто супер вот такой участок председатель сказала что если нужен большой участок то еще соседней тоже могут отдать желающим если кто будет покупать а здесь так вот край получается вот здесь где столбики до а сара его сара и только вот эти вот да вот у вас вот эти деревянные такие козочки такие милые так идемте сюда в дом ступеньки не деревянный сарай деревянный так ну тут ступенечки такие много развалившиеся чуть-чуть но ничего страшного здесь у нас крылечко крылечко и сразу большое такое помещение верандочка кладовка большая тут кладовка большая туда тут можно автобус с туристами спрятать кладовка вообще класс двери такие большие двери большие это кухня тут и можно сделать окна большие ребята мне нравится потолки высокие окна большие так полы деревянные так печка русская русская печка тут у нас комната получается такая спальня тут еще на печке можно спать ой как тут хорошо но бой он чуть-чуть только конечно переклеить и все так тут кухня тут еще получается одна комната ой ребята красота какая ну смотрите ка ну тоже вон там стекло треснуто немножко а так в принципе окна прям хорошие окна смотрите ну помыть почистить ну только вот здесь вот это это на раме на 2 нет на 1 до 1 1 и 2 отрезнутый вон там и 1 но здесь только стекло заменить и все слушайте остальное нормально прям вообще хорошо все ребята перуста хорошо ну обои вот конечно на бой тут по обдирались чуть-чуть так и здесь спальня и здесь спальня вообще класс мне потолки нравятся высокие после наших то вообще ребята тут прям простор ну что я могу сказать красота красота печки рабочие я так думаю да все работает все это отопление только печное да да то есть не воды ничего не заведено только это самое то есть это все удобства на улице и вода вот а мы смотрим тут колонки колонка есть или колодец колодец дома а тут колонка недалеко можно проводить у нас по улице центральная центральная водопроба да да провести тоже можно провести так вот это нужно отмечать да что хозяин тут был золотой человек он все дома по деревне и сарае все строил в общем тут строил один один хозяин все дома вот смотрите планировка вот получается что этот дом который мы не зашли вот он точно такой же так друзья этот дом будет продаваться по цене 5000 долларов с торгом ну и как всегда все валюты здесь контакты тоже вы уже знаете где в описании под роликом в первом прикрепленном комментарии и вот тут внизу и так у нас следующий дом опять на этой же улице вот он опять же мы не можем попасть вовнутрь но сказали что по планировке этот дом точно такой же как тот который мы были только что с вами вот как тут у бабушки продается участок а вот там вижу сарай тоже такой каменный есть 1 вот деревянный сарайка заваленная вот этот участок это все по сетку то есть вот еще значит получается сарай есть там тоже какая-то колодец ворота тут такие вот железные есть такие нормальные тоже почистить покрасить с алексей попробует размотать противоугонную систему и мы зайдем вовнутрь у тебя поймали так вот граница до сетка стоит по границу ой там он еще один каменный сарай смотрите-ка так ну да такой же дом получается по планировке такой же так здесь телефоны есть в каждом номе еще нам сказали здесь хозяева живут в бресте друзья попасть внутрь мы тоже не сможем к сожалению но вот там курица даже интересно чья ну что подсобное помещение более не менее курица ты чья яйца несешь так забеспокоилась вот такие вот сырая так что у нас тут крыша тоже шифер ну были более менее труба не развальная по крайней мере на но там вот прямо стоит дом в дом перед домом посажены деревья вот видимо тут было принято так в этой местности ну вот но окна тоже очень даже ничего я вам скажу снаружи например не гнилые нормально все вот там шторы висят а ну здесь не совсем дом в дом тут как-то все заделано вообще тут есть еще место тут есть место и вот так ой ребятки даже он форточку открыли видимо чтобы не задыхался там а там вот окно либо отсутствует либо что почему то там все в пленке так будет не проводиться в какую-нибудь выгребную яму почему то здесь пленкой заделано или окна разбиты или что вот напротив вот тоже дом какой-то странный не знаю так друзья этот дом будет продаваться за 7000 долларов с торгом ну вы уже все знаете все написано внизу все контакты телефоны и перевод другие валюты видно следующий дом у нас все на той же улице в общем можете скупить всю деревню как если хотите нет вообще здесь очень много людей очень населенная но это агрогородок достаточно много народа так тут у нас тут все скошено здесь в этом доме хозяин умер поэтому продается ну как по целесовета я так поняла 33 номер ну домик не очень-то большой конечно здесь я уже даже да все скажу опять что не очень большой так смотрите участок я понимаю вот это вот он вот отсюда и до конца а ну вот он кажется что небольшой а смотрите оп и и вглубь оказывается дом и вглубь оказывается дом здесь тоже у них колонка виноград сарай ну что ну так вот она все то давайте во внутрь зайдем посмотрим какой тут вход не очень конечно обустроен пока так типа кухоньки была сделана и вот такая вот у нас что-то какие-то сене или что как прихожая тут ой тут ой тут вообще тут кладовка огромная но здесь тоже можно прям что-то делать такое же на включи фонарик лишь там нет долго включать а ну вот стало видно да то есть тут еще я не знаю на самом деле хоть кухню делаю хоть что хоть санузел так идемте дальше сюда вот тоже тоже русская печка здесь потолки парит поменьше пониже малочки тоже так сделано так комната тут натяжной потолок ребят опа натяжной потолок и пластиковые окна а электроотопление здесь а что эти вот стоят конвектор а вот они они висят да просто да я поняла уже я просто это сразу не заметила на вот конвектора стоят электроотопление с ума сойти кто бы мог подумать даст такого домика и вода в доме да так здесь вода в доме ребята гидрофор вот тут тоже в доме стоит так тут конечно тоже темно лишь ключи тоже тогда фонарик посвети пожалуйста здесь стоит водонагреватель вывод воды а канализация говорите тоже уже сделано до на улицу но туалета нет только вот выведено то это вот туалет вот ведро ну что вода заведена в дом это уже многое значит и электроотопление так и на другую сторону тоже комната такая вот у нас красота тоже с натяжным потолком но здесь окна не пластиковая здесь деревянная тут так вот все по мне какие-то мушки в пуки полз паутинка так но здесь тоже да все заведено электрическая но полы до полы вот они выходят маленько ходят ну чё что ну чуть-чуть если только что полы сделать стены обойми оклеить все тут кладовку мы нашли такая вот кладовочка она пристроенная тут ее можно и убрать или наоборот сделать еще лучше ну тут уже кому как так это вот она так вот с кухни здесь идет друзья интересно здесь напротив друзья тоже не жилой дом так что соседей у вас не будет если что либо тоже сказали могут продать его ну и вместе с участком здесь либо что-то да в принципе можно в нем тоже что-то сделать здесь и забор есть и калитка все сделано так друзья этот дом продается за 4000 долларов не забудьте что здесь внутри заведена вода электроотопление это тоже стоит денег да конечно у него еще нужно вложить но потенциал здесь хороший я так думаю в общем друзья вот такой вот дом сейчас я вам все расскажу по порядку вот где заколочены окна эта квартира продается заколотили что просто не лазили сейчас сюда кому не надо вот вот это два входа это вход верхние квартиры они принадлежат ну сельсовету и могут быть сданы людям которых нет жилья которые сюда хотят приехать там все будет сделан ремонт и все такое просто пока таких желающих нет сказали если будут такие желающие то все сделают друзья мои под жилье и будет как арендное жилье так а вход на первый этаж получается у нас вот так вот со двора со двора так вот у нас получается вот это вот все со двора вид вид со двора интересно не так на улицу тут конечно да я уже там сняла да ну что давайте смотреть что у нас здесь есть то есть тут две квартиры но продается одна что продается 1 на эту квартиру есть документы полностью документы она она приватизирована была потом документы сделаны чтобы это вот потому что я хотели купить соседка хотела дочке купить так ребята это кухня стекол нет отопление тут такое центральная была центральная уже давно наверно обратно можно подключить так не тут нормально светло все видно так здесь как вы знаете что можно ставить эту ложь душевую кабину можно поставить тут все как бы есть тут все как бы есть есть это само подвод да подвод есть это подвесницу на второй этаж это как тоже так а здесь комната это как зал здесь света нет конечно да фонарик тут не спасает это нет и тут еще комната спальня и спальня прикольненько что я могу сказать двор принадлежит тоже этому дому туалет вон там ребята так а вот эти бревна это уже котельная этого школы да тут вот школа тут вот школа ребятки можно сказать во дворе сейчас я вам покажу сейчас 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 вот школа школа этого поселка садик тоже здесь есть ну так а ну тут и за этим деревом и не видно этот дом такой учительский дом построен для учителей но вот учителя все живут своих домах да в общем друзья эта квартира продается за полторы тысячи долларов с торгом вы уже все знаете где искать контакты так следующий адрес друзья ну тут вот дорога такая песчаная я не знаю что тут зимой конечно происходит но в принципе грязи то быть не должно расписок вот дом кирпичный ворота тоже такие вот железные требуют покраски идемте смотреть так по участку а сколько соток 15 здесь 15 соток подсобных помещений тоже вот достаточно много кирпичные кирпичные сараи вот такие вот тоже делайте что хотите как говорится для для хозяйства так ну тут все немножко заросшее так идемте в дом так дом вход там кладовка тут кладовка газ баллон вы имеете ввиду газовый баллон так такое все такое все так здесь небольшое такое получается как коридорчик дальше ой а что тут с полом то сорвали пол земля просто ну это тоже такая типа веранда короче опять там кочегарка опять такого же типа там кочегарка угу так ну тут пол надо делать я тут и на кухне пол надо делать потому что тут пол сорвали пол сорвали пол сорвали пол сорвали пол везде здесь убрали ребят ай-яй-яй 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 и тоже огромные потолки высоченные ну да в общем все то же самое опять такая же планировка как в тех домах вот один тут человек был тут человек в деревне который все это дело строил по одному проекту на здесь тоже такая вот комната но здесь только вот подосочки 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 мамочки можно пройти так тут печка я туда не пойду мне столько не хватает ноги сломать рука у меня уже сломанная так здесь зал тут пол еще на месте тут пол еще на месте так вот ну что ну да в принципе уборку только сделать окна вот так видят а батареи чего это тут отопление через котел то есть не печное нет не печное себе а там себе через котел отопление говорят так и здесь еще одна комната ну что я могу сказать и везде есть возможность подключения электроотопления тут вот что то вот есть какие то коммуникации это вода вода тоже в дом заведена да так вот говорите вода в доме но туалета нет нет только вода а выводы вывода воды есть 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 да вижу теперь вижу да то есть все можно сделать уже получается из дома крыша тоже там шифер шифер нормальная ну нормальная говорят ну что так этот дом за 4 тысячи долларов с торгом так друзья дополнение вот у этого дома вот здесь еще один домик даже есть мы с той стороны это не увидели и участок вот до шнурочка вот смотрите то есть тут достаточно много всего вот до сюда вот так что тут хоть кого заводите хоть страусов хоть слонов даже можно крокодилов наверное если выкопать им водоем вот вот такая тут красота да да в общем друзья в этих водоемах оказывается разводят рыбу ловить ее тут нельзя ловить рыбу можно только там вот где пляж а здесь это рыба чья-то хозяйство но но зато вот там гуси купаются в этом водоеме вот мусор забирают наконец такая машина подъезжает каждому думаю забирать но у нас так же деревня только у нас сейчас выдали специальные мусорные ящики баки такие вот их бесплатно нам дали и сказали чтоб мусор мы выставляли именно только в баках а вот так в мешках уже не разрешают вот так вот чтобы всякие птицы и собаки не таскали мусор по улице вот такой вот красивый вид от следующего дома следующий дом конечно у нас вид имеет не такой красивый ну давайте смотреть так друзья ну тут в целине делаем проход я уже вся обожглась все равно я как-то не подготовилась к такому я посмотрите я с голыми ногами ребята просто по крапиве все ради вас ребята все ради подписчиков а слушайте жжется она я вам скажу серьезно а лешечка держи меня я я вижу вход а ведь еще обратно идти да вот такой вот домик такс сейчас мы туда пролезем ничего ничего так опа 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 так тут что ничего ну все тут тут можно тоже золото прятать ужас сейчас ну что я вам скажу нет по площади все время конечно заходишь площади огромные тут вот тоже кладовка надо фонарики не помогут мне нет ничего не видно нет света нет ладно тут большая кладовка пойдем пойдем окно есть да цвет есть он туда может быть там лампочки нет тоже вот у нас примерно такая же планировка чуть-чуть отличается от тех домов чуть-чуть поменьше и комнаты поменьше тут вот совсем маленькая комнатушка печка господи она что-то встала не знаю надеюсь ни на кого живого не наступило так угу вталки тоже высокие что я могу сказать вот потолки высокие да нам бы вот так у нас вот маленькие ну и здесь комнатушка небольшая такая небольшая комнатушка да ну чё везде надо делать ремонт и все это убирать вот эту вот фигню ну так ты лет десять точно не живут давно ну по крайней мере крыша нормальная видно что у них где не потекла ничего нет да ну как минимум косметика как максимум конечно тут и полы бы поменять доски вроде хорошие может быть даже их можно просто отреставрировать кто знает да тут еще есть погреб да ну и колодец вот тут научить конечно стоимость этого дома тысяча долларов ну тоже с торгом вот такой немного необычный ролик у нас сегодня с вами получился столько домов одновременно я вам еще по моему ни разу не показывала ну что же я считаю что есть очень даже приятные дома по приятной цене и очень надеюсь что скоро они найдут своих новых хозяев друзья если кого-то что-то заинтересовало если есть вопросы по поводу работы по поводу предоставления жилья огромная просьба обращаться к председателю сельского совета агрогородка Аполь Галине Васильевне телефон вы видите на своих экранах в хозяйстве с радостью примут новых жильцов мне пообещали клятвенно что всем будет оказана всяческая помощь пожалуйста обращайтесь и все вопросы будут решены ну а я с вами прощаюсь большое спасибо за просмотр такого длинного ролика далеко не уходите скоро будет новый ролик всем пока